Девчонки, всем привет! Сегодня у меня будет необычное для меня видео Это мой первый тег, который мне передала моя Рильочка И этот тег Мой китайский портрет Для меня это необычное видео, потому что, наверное, после этого видео Вы немножечко меня побольше узнаете Может быть, мое представление о себе О том, что я расскажу о себе Может быть, вам будет это интересно И может быть, как-то вас это заинтересует Может быть, кто-то из блогеров, из начинающих блогеров Такой же, как и я Может быть, тоже захочет снять такой тег И мне будет очень приятно Послушать других девочек, что они могут сказать о себе Вот, в общем, этот тег состоит у нас из 11 вопросов И начнем Если бы я была деревом, то каким? Над этим вопросом я размышляла, знаете, моментально У меня почему-то пришло в голову Я бы, наверное, была дубом Потому что у меня ассоциация с дубом Это что такое, знаете, вначале тоненький такой росточек Хрупкий И с годами дуб становится достаточно сильным, могучим и вековым То есть это то дерево, которое прямо вот Оно само по себе достаточно могучее Не знаю, мне почему-то... Если бы я была бы деревом, я хотела бы быть дубом Вот так, девочки Если бы я была фруктом, то каким? Я очень люблю фрукт Гриффрукт Мне нравится он тем, что он и сладкий, и кислый, и горький То есть этот фрукт, который очень многогранен То есть как бы его невозможно отнести То, что он сладкий, горький, кислый Он такой, знаете, у него множество вкусов Но тем он мне и нравится То, что он такой, знаете Я не встречала пока больше на своем веку Каких-то подобных фруктов Так что если у вас есть что-то подобное Девочки, пишите в комментариях Какие фрукты Есть подобные грифрукты Так что если бы я была фруктом Я бы взяла и стала бы грифруктом Вот Если бы я была цветком, то каким? Я буду сейчас, наверное, максимально банально Я бы, наверное, была розой Я была бы розой Почему? Я была бы не просто розой Я была бы какой-нибудь белорозовой розой Я была бы красивая Но при этом с огромными шипами Чтоб меня никто не срывал Чтоб я просто цвела И вдохновляла людей на какие-то поступки Вот Если бы я была бы запахом, то каким? Сейчас не буду, знаете, говорить Я была бы сладким запахом Я была бы кислым запахом После рождения ребёнка Я поняла, что такое запах счастья И я хотела бы Если бы я была бы запахом, то я хотела бы быть запахом счастья Если бы я была временем суток, то каким? Я была бы, наверное, либо ранним утром Да, наверное, я была бы ранним утром Потому что я родилась рано утром И я хотела бы быть ранним утром Без разницы Лето, осень и весны и зимы Просто быть ранним-ранним утром Когда вот всё пробуждается Когда всё открывается Когда вот этот момент Пробуждение природы Пробуждение людей, животных Вот этот Мне хотелось бы быть утром Так, если бы была бы я временем года То каким? Мне нравится Лето Время года И мне нравится Весна Я, наверное, была бы летом Была бы знойным, жарким летом И дарила бы своё тепло И была бы, наверное, таким непредсказуемым летом Где бывает и дождь Где бывает жара И вот это всё вместе Я хотела бы быть летом Да Если бы я была звуком То каким? Звуком, шумом Я бы, наверное, была бы звуком моря Да Была бы звуком моря Когда такие волны ударяются о берег Вы знаете, это шелест Необычайный шелест моря Когда Особенно в спа-салонах Когда мы ложимся Ну, то есть у косметологов Даже мы И нам включают Вот мне нравится именно запах То есть звук моря Тем, что Максимально успокаиваешься Максимально расслабляешься И прямо вот кайфуешь Поэтому если бы я была бы звуком То я была бы звуком шумом моря Так, если бы я была бы напитком То каким? Я бы, наверное, была поэром Я была бы чаем поэром Я бы была бодрящим Очищающим Полезным Тонизирующим Я была бы вот таким напитком Я была бы чаем поэром То есть таким вот Я была бы чайком Вот Если бы я была Парфюмом То каким? Я бы, наверное, была бы Сладко Сладким Цитрусовым Я была бы таким парфюмом Я была бы парфюмом, наверное Девушек до 20 До 30 Девушек от 18 до 30 Я была бы таким вот парфюмом Где присутствуют Цитрусовые нотки И в то же время Сладкие нотки Вот я была бы таким парфюмом Вот Если бы я была писателем то каким? Вот этот вопрос я не совсем поняла. Я была писателем, тем писателем, которые у нас уже сейчас есть, которых мы имеем, или лично бы я бы сама писала какие книги. Но я открою маленькую, знаете, занавес себя. У меня увлечение, наверное, с 20 лет, даже раньше. Я иногда, когда на меня нахлынивает какой-то момент, я могу написать, ну, или попытаться написать стих. Это не стишки, вот эти, знаете, там что-то, а вот какой-то стих от себя. Так что вот я бы, наверное, была бы писателем стихов, и если бы была возможность у меня написать книгу, то я бы, наверное, написала книгу про любовь, многогранность этого произведения. Я была бы каким-нибудь, знаете, таким романтичным писателем, но при всём при этом я была бы, знаете, таким... Вот мне нравится книга «Сумерки». Вот я, наверное, что-то бы подобное написала о огромной любви, о дружбе, о верности, об изменах, обо всём об этом бы я написала, и была бы каким-то, знаете, таким вот фантастическим, романтическим каким-то таким писателем. Вот так вот, девочки. И историческим ещё, потому что я очень люблю историю. Если я была бы местом, то каким? А я бы, наверное, была каким-то таким местом, наверное, там, где люди отдыхают, там, где люди расслабляются. И это место было бы, может быть, дерево в поле, таким вот местом, знаете. Может быть, я была бы диким пляжем. Вот тут, знаете, наверное, я была бы каким-нибудь диким пляжем абсолютно, чтобы никого, вы знаете, таких вот не было в повседневности жизни, было бы абсолютно дикое место, куда люди иногда приезжают для того, чтобы просто отдохнуть душой, мыслями, чтобы, знаете, каким-то таким вот местом, где на самом деле, вот именно тем диким пляжем, побережьем, где бы люди просто отдыхали. Вот, наверное, вот так вот отвечу. Вот. Вот так вот я, девочки, поотвечала на вопросы. Надеюсь, вам было интересно послушать. Так что вот так вот, девочки. Кто не снял данный тег из начинающих блогеров, конечно же, я передаю тег этот вам, чтобы вы это сняли, чтобы мы могли вас посмотреть, послушать и поближе узнать. И, конечно же, я хотела бы, чтобы это видео сняла девочка Татьяна, девушка Татьяна и Наташа, конечно, чтобы сняла. Я буду ждать, когда вы снимете, чтобы посмотреть, кем же вы, какими, как бы вы ответили на данный вопрос. Так что вот так вот, девочки, вот такой вот сумбур у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Если, конечно же, понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии, мне всегда очень приятно их читать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. А с вами была ваша Ира. Всех люблю. Всем пока-пока.